Кировчане везде успеют, а пробок будет меньше, решили в администрации. В городе планируют сделать отдельные полосы для общественного транспорта, а как идею оценивают эксперты. Об этом и не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давичи». Меня зовут Надежда Шабалина. Здравствуйте. Старт дан. С сегодняшнего дня батареи в домах кировчан начнут нагреваться. Где уже тепло? А кто может остаться без отопления? Какими должны быть остановки общественного транспорта? Администрация города проводит онлайн-опрос. Мы тоже спросили кировчан об остановках будущего. А буяла ревность. В Вятских полянах будут судить 66-летнего мужчину за то, что проколол колеса чужой машины. Скоро на улице Орджоникидзе появится ровный асфальт, съезды и благоустроенные тротуары, где еще подрядчики обновляют дороги. Отопительный сезон в городе стартовал. С сегодняшнего дня тепло начнет поступать в дома кировчан. Соответствующее постановление подписали в администрации города. Поскольку от кировчан начали поступать обращения включить отопление в квартирах. По данным ресурсоснабжающей организации, жилой фонд Кирова подключат к теплу не сразу, а поэтапно. Это займет 10 суток. При этом паспорта готовности к отопительному сезону получили около 60% многоквартирных домов. А это значит, что те, кто не подготовил документы, тепло получат в последнюю очередь. Кстати, сегодня, 15 сентября, должна появиться и горячая вода во всех многоквартирных домах Кирова. Об этом еще в понедельник говорили в региональном правительстве. Гидравлические испытания вчера прошли последние. Уже там повторные-повторные гидравлические испытания. Все 380 секций испытаны и ремонты по этим секциям проведены. То есть горячая вода во всем... 15 число мы уложились в сроки, тут как бы вопросов нет. На трассе в Куменском районе погиб мотоциклист. 14 сентября около 4 часов вечера на 43-м километре дороги Киров-Малмы-Шведские поляны мужчина-водитель мотоцикла Ямаха не справился с управлением. Упал с мотоцикла и ударился, а проезжающий мимо микроавтобус. 49-летний мужчина погиб, по мотоциклу врезался в попутную иномарку. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники гособтоинспекции Кировской области обращаются к водителям мототранспорта и напоминают о необходимости сократить выезды при неблагоприятных погодных условиях. Соблюдайте правила дорожного движения. В Кирове появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Сейчас в администрации города разрабатывают проект. Отдельные полосы для троллейбусов и автобусов появятся на тех участках дорог, где это возможно пояснили в мэрии. Имеет значение их количество на проезжей части, чтобы выделенные полосы не мешали проезду автомобилистов. К примеру, их можно оборудовать на Октябрьском проспекте в районе Цирка. Также по ширине подходят некоторые участки улиц Воровского и Московской. Отдельные полосы для движения общественного транспорта позволят Кирову попасть в федеральную программу по обеспечению города новыми автобусами за счет федерального бюджета. Техническое задание предусматривает все меры, которые необходимо учесть на уличной дорожной сети при реализации данного проекта. Проектировщикам будет смоделирована конструкция данных выделенных полос, другие меры безопасности для того, чтобы на том или ином участке предусмотреть частых дороги для приоритета автобусов, троллейбусов. Какими должны быть остановки в Кирове? Этим вопросом задались городские власти и решили спросить мнение кировчан. На сайте мэрии проходит онлайн-опрос. Он включает в себя 9 вопросов, в их числе, как часто горожане пользуются остановками общественного транспорта, в каком состоянии они сейчас и насколько удобны. Чиновники также предлагают поразмышлять о внешнем виде павильонов. Должны ли быть рядом с ними торговые площади? Нужен ли бесплатный Wi-Fi, зарядка для телефонов, информационное табло? Анкета анонимная, опрос продлится до 25 сентября. А мы сегодня спросили кировчан, какими они хотят видеть городские остановки. Конечно, должна защищать от дождя. Ну и выглядеть как-то должны более прилично. Не просто там какой-то металлический проб на стиле, так как-то очень много смотрится. А Ленина, допустим, где ремонт провели сейчас на современный, поставили, ну очень не смотрятся остановки, просто мерзкие. А как насчет Wi-Fi, каких-нибудь теплых условий? Ну, теплые условия в наших условиях практически невозможны. В минус 30 такую остановку не нагреть. Насчет Wi-Fi, я думаю, что навряд ли это, многие этим пользуются, но это скорее вторично. Нет, стеклянная, конечно, чтобы было видно хотя бы транспорт. Откуда идет и куда. Устраивает ли вас то, что есть сейчас? Ну нет, наверное, немножко, что-то не то. Если вот главная улица идет, так надо, чтобы хотя бы гармонично было. А то на этой остановке вся она разбитая матушка, на другой хорошая стоит. Допустим, должна быть кнопка вызова, допустим, наряда в случае какой-то непредвиденной ситуации. Энергоемкость, чтобы можно было телефонный подзарядить, порядок, чистота, безопасность в первую очередь. На остановках не хватает, но так-то, мне кажется, все есть. Вот меня бы как бы все устраивало. Но на Лепсе очень только сквозняк какой-то вот на остановках стоишь, и вот прямо, особенно зимой. Они должны быть закрыты, и, наверное, уже сейчас модно зарядное устройство, чтобы в них были. Какая-то электроника и теплая. На некоторых остановках нет мусора, чтобы можно было выходить и сразу выкидывать туда. Не нужны чеки и тому подобное. В Министерстве здравоохранения Кировской области сегодня сразу две горячие линии. Одна из них посвящена лекарствам и проходит в эти минуты. До двух часов дня все желающие могут задать вопросы по льготному лекарственному обеспечению. По телефону 410041, а с двух до трех часов дня по этому же номеру телефона можно задать вопросы по теме сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, в эту субботу, 17 сентября, с 9 утра до 2 часов дня, на площади Маршала Конева состоится акция «Я выбираю здоровье». Кировчане смогут узнать свое артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина, получить консультацию врача-терапевта, а также обследоваться на передвижном маммографе. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проконсультируют по факторам риска хронических неинфекционных заболеваний. Более 2300 дистанционных преступлений совершено с начала года в отношении жителей региона. Ущерб составил более 438 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по Кировской области. Чаще всего кировчанам звонят лжеработники банков, а после их информацию, как правило, подтверждают звонки лже-сотрудников полиции. Такой же псевдополицейский пытался обмануть пожилую кировчанку. Давайте послушаем аудиозапись, которая оказалась в распоряжении кировской полиции. Я сейчас в свой банк съезжу, да, конечно, там разберутся, правильно? Да вы тогда расследование нам сорвете. Вы понимаете, что вы с правоохранительными органами говорите? Вы хотите сказать мошенникам, что мы знаем, что они мошенники, понимаете вы? Возьмите в руки себя. Я вам предоставляю инструкцию, что вам сделать нужно. Номер проверьте, у вас отпадут все сомнения. Подождите. Да куда? Какие подождите? Финансовая безопасность всей страны под угрозой. А вы сейчас, в данный момент, пренебрегаете предупреждениями сотрудников правоохранительных органов. Проколол колеса машины из-за ревности. В Вятских полянах перед судом предстанет 66-летний местный житель. Как выяснили в прокуратуре, 14 июля мужчина шел мимо детского сада «Сказка». Увидел припаркованную машину и решил, что она принадлежит любовнику, его бывшей сожительнице. Ревневец достал нож и проколол колеса с «Шевроле-Нивы». Ущерб составил 12 тысяч рублей. Вину содеянным обвиняемый полностью признал. Возместил потерпевший причиненный материальный ущерб и извинился. В настоящий момент по уголовному делу утверждено ввинительное заключение. И Вятскополянской межрайонной прокуратурой уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кировчане могут бесплатно сдать вторсырье на переработку. В эту субботу, 17 сентября, по городу поедет «Экомобиль». Сотрудники Куприта принимают картон, жесть, алюминий, макулатуру и пластик. С 11 до 12 часов «Экомобиль» появится на марше Лаконева-10 на парковке у спорткомплекса «Быстрица». С 12.30 до 13.30 на монтажников 38 у супермаркета. И с 2 до 3 часов дня на Дзержинского, 62 у магазина. Вторсырье должно быть чистым и разделенным по фракциям. Пластиковую упаковку нужно очистить от пищевых остатков, амакулатуру от скоб, скрепок и пружин. Алюминиевые и жестяные банки промыть и смять. Не только заасфальтируют дорогу, но и благоустроят тротуары. Улица Орджоникидзе скоро преобразится. Там ведется ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Качество работ на месте оценил исполняющий полномочия главы администрации города Вячеслав Симаков. Подрядчику даны несколько поручений. В частности, нужно сделать плавные переходы с тротуаров на проезжую часть и благоустроить газоны. В ходе осмотра также выявлен участок, где вообще нет тротуара. Работы сейчас ведутся и на Дзержинского. Там укладывается верхний слой асфальта. На следующей неделе подрядчики приступят к асфальтированию улицы Комсомольской, а после будут работать на Карломаркса и Луганской. На следующей неделе будем приступать к асфальтированию улицы Комсомольская, затем Карла Макса и улица Луганская у нас еще будет в работе, где сейчас установка бортового камня проходит. Мы находимся в сроках по контракту. Материалы все в наличии есть. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. И пишите, присылайте видеономер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а в 13-15 программу «Объясняю популярно». У меня на этом все. В студии работала Надежда Шабалина. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»